YouTube ввел какие-то колокольчики и теперь, чтобы не пропустить все самое новое и интересное, нужно поставить галочку напротив этого долбанного колокольчика. Какого черта? Поехали! Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и это очередное видео из рубрики Послуки с Алиэкспресс. Пускай вас не смущает этот беспорядок. Сегодня проснулся и думаю, надо снимать видео. Хватит отдыхать. Все, лето наступает, надо работать. Отдохнул достаточно. Итак, так что вас ждет в скором времени большая подборка разных видеороликов. Геймпад. Этот видеоролик из рубрики я задолжал. Просил у меня один парень рассказать про мой супер-мега геймпад, который я себе купил на Алиэкспрессе за 500 рублей. Давайте покажу вам коробку. Он спрашивал, как он называется. У этого геймпада названия нет. Я его называю геймпад Home, потому что у него просто яркая такая кнопочка Home. Но это очень популярный геймпад. В интернете много обзоров данного устройства, данного девайса. Вот так вот он выглядит. Есть в черной расцветке. И, собственно, есть версия за 500 рублей и есть версия за 700 рублей. Они визуально ничем друг от друга не отличаются. Вот есть такой маленький нюанс. Но надо понимать, что версия, которая стоит 700 рублей, об этом вы узнаете только от продавца, если будете открывать с ним спор. То есть до этого почему-то в описании такой информации нету, но она есть в инструкции, которая идет в комплекте. Смотрите, здесь есть два режима работы. Контроллер Xbox 360, то есть подключение к компьютеру. И режим Android TV, то есть когда вы будете подключать данный геймпад к Android смартфону. Для того, чтобы играть в такие игры, как GTA, Dungeon Defenders, что там еще поддерживает геймпады. Я, честно скажу, я не знаю. Я пользуюсь как контроллером Xbox 360. Вот. И вы видите, да, что нажав клавишу Home и клавишу A, либо X, я переключаюсь между режимами. Версия, которая стоит 700 рублей, там клавиша Y и клавиша B. По-моему, клавиша Y это эмуляция клавиатуры, а клавиша B это эмуляция мыши. То есть у вас правый стик, он превращается в курсор, вы двигаете, получается, правым стиком, курсор появляется на экране Windows. Получается, правый курок это выбор, левый курок это правая клавиша мыши. Но я, честно скажу, я не знаю, мне это не нужно. Просто на коробке написано, что поддерживается Smart TV на, получается, базе телевизоров и Smart Box это Android TV приставки. Вот там действительно этот функционал нужен. И если вы будете покупать данный геймпад для связки со своей Android TV приставкой или тем же самым телевизором от компании Samsung, то, естественно, вам нужно брать версию подороже, в которой кроме контроллера Xbox 360 и геймпада для Android будет дополнительный функционал как мышь. То есть мышь, вам это нужно. И написано, что также этот геймпад позволяет запускать Android игрушки без рута. Да, коробка ушатанная, вот такая вот коробочка мне пришла, причем мало того, что она в скотче, она сама по себе была помята, деформирована очень сильно. Я ее сохранил только для этого видеоролика. То есть я ее сейчас как бы выкину, но вот знаете, что продавец, у которого я ее покупал, он присылает вот в таких вот коробочках. Еще такой нюанс, мало того, что я взял дешевую версию за 500 рублей, как я сказал, о разностях версии там за 700 рублей и за 500 рублей я узнал только из инструкции, которая идет в комплекте. Она на английском языке, в этом плане не парьтесь. И я открыл спор с продавцом, что мол, а что за фигня, почему нету как бы режима мышки и режима клавиатуры. Вот, я говорю, в интернете-то у других видеоблогеров почему-то в обзоре все работает, а у меня не работает. И уже потом, пока мы там открывали спор, выяснилось, что есть как бы еще удешевленная версия. Я не знаю еще чего, может быть потому, что протокол Bluetooth используется какой-то более простой. Вот, может быть какие-то частоты не заняты, но это дело третье. Самое главное, что мне еще вернули половину стоимости геймпада, так что он мне обошелся в 250 рублей. То есть, я написал администрации, что загон, что-то меня как-то, получается, кинули с функционалом. И тут просто выясняется, что оказывается две разные версии. Но форм-фактор абсолютно одинаковый. И в комплекте у меня была вот такая вот штучка для того, чтобы цеплять, получается, ее корпус у вашего геймпада. И можно будет играть с телефонами. Давайте я вам покажу. Нет, неправильно делаю. Насаживается вначале верхняя часть. И потом защелкивается нижняя часть. Покажу, как это выглядит. Выглядит это вот так вот. Эта штучка стоит 100 рублей. Но она мне не нравится, честно. Тем более, этим геймпадом пользуюсь только в связке с планшетом на базе Windows 8. Нет, уже Windows 10. И пользуюсь как контроллер Xbox 360. Вот у Соньковского геймпада, у него реально прикольный фиксатор. То есть, прям, мне он нравится. И выглядит так здорово, так богато, что ли. А это, ну, реально китайская дешевка за 100 рублей. Но геймпады очень классно выполнены. Этот геймпад, этот геймпад, при том, что он китайский, вот есть оригинальный третий DualShock, он лучше. Потому что здесь нет вибраций. То есть, он легче. Во-первых, он легче. Во-вторых, когда я играю, ну, этот геймпад я использую для Соньки и для Андроида. То есть, у меня есть, как бы, права суперпользователя. Собственно, мне не важно, да, чтобы геймпад поддерживал игры. Вот, а здесь специальная фактура такая прорезиненная. Я не знаю даже, что это за материал матовый. Но в руках очень хорошо держится. То есть, если у вас даже руки мокрые от напряжения, вы все равно держите, никаких проблем нет. Вот. Как он работает на Андроиде, я покажу позже. То есть, для меня ключевой функционал это поиграть в игрушки. Вот. И, собственно, заряжается через микро... Нет, через мини-USB разъем. Кабель в комплекте шел, не шел, я не помню, честно. Я напишу в описании под видео, шел ли. Но вот, знаете, почему два одинаковых геймпада, они отличаются ценой? То есть, тем, что у второго просто более расширенный функционал. Давайте покажу на примере игрушки GTA San Andreas. Мало кто знает, но Steam-версия San Andreas, она поддерживает работу с контроллером Xbox 360. То есть, без проблем сходу все заводится. Поэтому сейчас я вам покажу, как он работает. И в конце я вам покажу, как он работает на Андроиде. Даже нет, в конце показывать не буду, потому что, честно говоря, ну, не знаю, меня как с Андроидом не привлекает его использовать. Лучше поставьте root, купите третий DualShock и вот тогда использовать. Я вот приложил где-нибудь вот в этом уголке. И вы спросите, я, наверное, не запустил. И вы спросите, почему ты не используешь обычный Xbox'овский геймпад? Я объясню, потому что там нужен приемник. То есть, у меня есть беспроводной геймпад от Xbox'а. Там нужен приемник, а этот подключается по Bluetooth'у. Итак, настройки, загрузить игру. Так, 18.25. Вот, то есть, это прям здорово. Я все игры прохожу с ним. Он работает очень долго. Мне его хватает на неделю. Если в обед играть по часу-полтора в San Andreas, то его хватает реально на недельку. Заряжается он очень быстро, там всего-навсего часа два. Так, я надеюсь, не сильно отсвечивает. Сейчас мы перефокусируемся. Что у нас есть? Я просто не играл, честно говоря, уже давно. Эй, йо-йо-йо-йо. Бэнг-бэнг-бэнг. Си-Джей. Итак, немножечко простыл. Да, попал под дождь. Подумал, что погода не предвещает ничего плохого. А в итоге шмыгаю носом. Но я надеюсь, это потом, чуть позже, в редакторе я исправлю. Ну, что вам рассказать? Ну, GTA на геймпаде, это GTA на геймпаде. Я вот другу дал поиграть. Он в жизни до этого не играл в GTA-шку, только на компьютере. Так он вообще тут просто, у него руки ломались, настолько это неудобно на геймпаде. Ну, не знаю, хейлы прошли и, в принципе, какую-нибудь Сан-Андреаску тоже осилим. Абанги. Так. Хочу вам показать, что вот кто, может, не знает, есть такой прикол, когда вы играете, допустим, в GTA на консолях, ну, GTA 4, то же самое GTA 5. Вот я удерживаю прицел, появляется рамочка прицела. Но если я поведу правый стик, то у меня появляется свободный обдор. То есть, уже как на компьютере. Так что, ничуть, как сказать, ничуть не хуже можно поиграть в GTA-шку и прочие шутеры на, получается, джойстике. Ну, ладно. Я отвлекаюсь, потому что вы знаете, да, я очень... Так. Эй. Выхожу. И покажу вторую игрушку. Может быть, у кого-то будет скепсис по поводу того, что все играется хорошо. Все играется хорошо, просто здесь не отображаются кнопки Xbox 360. То есть, они поддержкой его ввели, а, получается, на экранной кнопке не показывается. Давайте запустим игрушку, получается, Valdez Story. Вот там прямо кнопки отображаются, Xbox-овские. Вот. Ну, и вообще, в общем-то целом, я рекомендую покупать этот геймпад. И обратите внимание, я в сотый раз говорю, многие этого не понимают. Ссылки, которые в описании под моими видеороликами, они не рекламные. То есть, мне не капает, как бы, за переходы денежка с Алиэкспресс. Я, знаете, против рекламы. Я сам покупаю товары. Ну, естественно, за свой счет, себе сам. Потому что я ими пользуюсь. Я потребитель такой же, как и вы. И в моих же интересах, чтобы я покупал себе качественный товар. Поэтому, несмотря из того, что мне приходит, я выпускаю какие-либо ролики. Так, я вроде нажал играть. Давайте посмотрим. Эта игрушка Valdez Story, она запускается... Так, мне все мешает это отсвечивание. Она запускается тяжело, потому что она использует какую-то свою библиотеку, там, графическую. Сейчас посмотрим. То есть, там нестандартное 3D-приложение. О, запустилось. Вот. Это я уже. Это уже мой косячок. Где ты, где ты, где ты? Вот. Продолжить. Получается, давай. О, смотрите. Вот, допустим, нажмите X для сохранения игры. Я жму X. Происходит сохранение игры. Заходим в настройки. Что тут еще показать-то? Мне именно нужна раскладка управления. Так. Па-па-па. Это он показывает... Ну, это косяк как бы. Вот. X – атака. Y – сильная атака. Магия – правый триггер. B – это защита. A – прыжок. A – подтверждение. Получается, L-T – это бампера. Это помощник. L-T, L-K. Ну-ка, сейчас посмотрим. Тоже просто давно не играл. Сейчас, молясь, запутался. Л-T левая. Да. Это левый бампер. Это карта. Правый – это помощник. Но помощник будет только, когда мы будем сражаться. Ах ты ж. Да, кстати, если кому-то нравится игрушка, получается, Dark Souls, либо Soul and Sanctuary, очень похожая игрушка в плане вот сложности. Единственное, что она получается, ну, в таком, знаете, немножко анимешном стиле. Многих это может напрягать. Есть магия, есть всякие приблуды. То есть, прям, я играю с огромным удовольствием. Причем, играю на самом тяжелом уровне сложности. От этого играть еще интереснее. Эй. Воу-воу-воу. Им, ну, Зон, вообще игрушка зачетная. Наверное, будет у нас на стримах. Мне только очень сильно отсвечивает. Я надеюсь, вам на записи будет нормально. Я еще специальные очки надел, которые... Ах ты ж. Еще специальные очки надел, которые, если, допустим, экран отсвечивает, они... На тебе. Они отражение поглощают. Ну, специальные компьютерные очки, но что-то, походу, они все равно с ярким солнцем справиться не могут. Ну, ладно. Демонстрацию я показал более чем. Маленький нюанс. Режим Xbox. Режим Xbox это режим подключения геймпада к компьютеру. Давайте перейдем к параметрам. То есть, к десятке, к восьмерке он без проблем подключается. Мышка, клавиатура, не обращайте внимания, нас волнует только геймпад. Колонка тоже, вот, геймпад. Геймпад подключен. Собственно, чтобы он работал в играх как геймпад от Xbox 360, перефокусируясь, меняю цветовую палитру. Сейчас должно быть поярче. Вам нужно будет настроить его библиотеки через программу X360C. Получается, Xbox 360 Controller Emulator. Я про эту программу уже рассказывал. Она безумно популярна на просторах YouTube. Ролик так и называется. Как единственный рабочий эмулятор геймпада Xbox 360. То есть, любые джойстики, начиная с вот этого джойстика, заканчивая DualShock'ом и прочими-прочими моделями, можно включить в них режим работы как контроллер Xbox 360. По моему видеоролику. Но просто этот геймпад мне понравился тем, что я только его подключил, и там автоматически для него скачался пресет. То есть, он в этой библиотеке, получается, онлайн-библиотеке эмулятора есть. И все, что мне потребовалось, это подключить, запустить X360C. Он мне предложил автоматически применить профиль под этот геймпад, который сделан был, получается, либо разработчиками, либо сообществом. Я подтвердил, после чего он заработал так, как мне нужно. То есть, Obscure, все игрушки, которые есть в этом случае, которые я с собой вожу. Obscure без проблем запустился. Что у нас тут еще поддерживает геймпад? Ну, геймплей это не то. Alien vs Predator, кстати, не пробовал. Oblivion. Ну, тут, да, получается, San Andreas, Valdez Story и Obscure. Три игры, которые поддерживают геймпад от Xbox 360, в которые я могу играть в дороге. В общем, замечательная штука. Плюс, не забывайте, что без root позволяет играть в большую библиотеку Android игр. Но это было где-то в правом верхнем уголке, я думаю, я приложил. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх и предлагайте новые идеи для интересных покупок на Алиэкспресс. Всем пока и до скорых встреч. Я давно об этом не просил, дорогой друг. Пожалуйста, поставь палец вверх и подпишись на канал. Спасибо.